Дмитрий Круковец 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 День наладили. То есть не было глупых ошибок, которые мы сделали в первой игре. В заключительные 10 минутки студенты оказались под прессингом со стороны судейского корпуса. За весь матч Урал исполнил 36 штрафных бросков, в то время как университет 27. Статистика нарушений 22 против 29 в пользу студентов. За счет чего мы проиграли? Плохо играли. Поэтому и проиграли. Сами все видели. Ну что тебе, 1-1. Будем биться там. Потому что в первую игру еще выиграли. Могли бы и первую проиграть. Итог встречи 76-86. Преимущество своей площадки теперь у Урала. Этот факт и стал главным в серии. В третьем матче студенты уступили со счетом 71-79. В четвертой игре университет проиграл с результатом 63-66. За 22 секунды до конца основного времени решающего матча сургутяне имели двухочковое преимущество, но не сумели его удержать. Таким образом Урал выиграл китул чемпиона второй раз подряд. Университет же третий раз подряд довольствуется серебром Суперлиги. И красиво и спортивно в Сургуте прошли соревнования по синхронному плаванию. Я до сих пор не могу понять, как можно выполнять акробатические упражнения под водой. При этом состав участниц турнира от 5 до 18 лет и даже самые маленькие спортсменки выполняли уровень программы, достойный самых высоких конкурсов. Впрочем, смотрите сами. Грация, чувство ритма, выносливость и сила – вот составляющие успеха девушек, занимающихся синхронным плаванием. Красота этого вида спорта не оставляет равнодушными миллионы поклонников по всему миру. В первенстве города приняли участие более 40 девушек. Все они воспитанницы спортшколы «Олимп». От 5 до 18 лет, от первого разряда до звания кандидата в мастера спорта. Как, например, Арина Карташова. Недавно девушка завоевала серебро на всероссийском турнире в Нижнем Новгороде. Мне понравился этот вид спорта изначально тем, что он сочетает в себе и гимнастику, и танцы, и музыку, то есть все-все-все. Арина мечтает попасть в Олимпийскую сборную страны. И все шансы у нее есть. Тем более, что в Сургуте работает достаточно сильная школа по синхронному плаванию. Старшие спортсменки занимаются очень давно. Они имеют звание кандидат в мастера спорта. Они призеры различных соревнований, победители, меренство России. А это дает нам право надеяться, что в будущем в составе сборной России появится и представительница Сургута. Молодец! Студия «Четвертая власть» – это приятное заведение, где случаются судьбоносные встречи и развиваются красивые истории. Студия «Четвертая власть». Улица 30 лет Победы, 27-2. Телефон 72-888-3. Реклама на радио – раз. Реклама на телевидении – два. Реклама в газетах и журналах – три. Дизайн и полиграфия – четыре. Наружная реклама – пять. Рекламно-информационное агентство «Пять звезд». Традиционными лидерами в марафонском беге являются африканцы. Оно и понятно, климатические условия закаляют организм. Однако и в России есть свои стайры. Причем наши сограждане бегают марафонскую дистанцию и в 70, и в 80 лет. Казалось бы, это нереально, но правда. В Сургуте состоялся чемпионат Югры по марафонскому бегу. Наши корреспонденты выехали и выведали у спортсменов секрет спортивного долголетия. Пробежать символическую, но столь грандиозную дистанцию в 42 километра 195 метров может далеко не каждый. Более того, даже среди атлетов марафонцы пользуются авторитетом. На чемпионат Югры по королевской дистанции собралось несколько десятков спортсменов со всей России. Удивительно, но в день забега даже погода благоволила участникам соревнований. Солнце и около 15 градусов тепла – что может быть лучше? Участники чемпионата округа по марафонскому бегу, 15-му сургутскому марафону построили. Казалось бы, марафонский бег – удел молодых. Однако на чемпионат Югры приехали и спортсмены-ветераны. Сергей Дрындин прибыл из Уфы. Говорит, что бег – это самое любимое хобби. Я здоровье начинал, потом появился интерес, уже стал участвовать, уже соревновательный момент такой появился. Уже кого-то охота обогнать, свое время улучшить. Тамара Федотова давно на пенсии, но говорит, что ощущает себя молодым человеком. И, кстати, молодежь вполне может позавидовать такому задору и силе духа. Мне было 29, есть и будет 29, пока я бегаю. А бегом я занимаюсь 29 лет марафонским. Всю жизнь лыжами занимаюсь. 19 лет коньками, 5 лет зимним многоборья и атлетической гимнастикой. Вот это мой стаж. Вся жизнь у меня в спорт. Ну вот, момент настал. Все спортсмены на старт. Вперед! На первой ступеньке к спортивному Олимпу. Именно так можно сказать об участниках президентских игр. Для многих школьников эти соревнования станут, возможно, самыми определяющими на всю жизнь. Наш корреспондент Екатерина Любешева выехала на соревнования по стритболу по-сургутски и узнала, в чем его отличие. Югорские школьники настолько суровы, что даже уличный баскетбол у них в помещении. Мальчики налево, девочки направо и пошла игра в одни ворота. Стритбол – последнее решающее испытание для учеников 5-6 классов, поэтому страсти кипят нешуточные. За лицей мы победим! Нижневартов защитим! Детям решительности не занимать. Они уже победили всех ровесников в своей школе, потом сильнейшие классы города. Сургут представила спортивная команда 44-й школы. В соперниках – лучшие команды Нижневартовска, Нефтьюганска и Хантамансийска. Самое сложное – это был бег 600 метров. Когда я бежала, у меня анимили ноги, не могла просто бежать. А вот другие – мы бегали 600 метров, наши девочки и мальчики заняли первое место. В стритболе сургутяне стали вторыми, уступив Нефтьюганску. Не хватило, прежде всего, закрыть игроков. Так я два раза забил стрешки, а так у них баскетболист был, мы не смогли его открыть. Ну, 6-7, я думаю, это нормальный счет для нас. Победа, мы считаем это тоже победой. Да, в принципе, если так подумать, если бы у них не было баскетболиста, мы бы выиграли. До легкой атлетики и стритбола школьники мерились силами в плавании и волейболе. По общей сумме баллов сургут стал третьим. Серебро – у Нефтьюганска, золото – у Нижневартовска. В каждом виде они получают те же грамоты и медали. Но я считаю, для любого ребенка получить, домой принести лишнюю медаль – это для него гордость. Ну и опыт, спортивный опыт, соревновательный опыт. Азарт есть, злость есть, слезы есть, все есть. Присутствует здоровый спортивный интерес и азарт. Вот энтузиазма очень много, им бы еще неделю здесь бегать, прыгать. Для пятых и шестых классов это был финальный этап – подрастут, поедут на Россию. При условии, что в восьмом классе они также будут лучшими в своей параллели, городе, регионе. А на этом у нас практически все. Выпуск по традиции завершит рубрикой без комментариев, а мы с вами прощаемся. До встречи на спортивных площадках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok